Всем привет! Ты смотришь Универа Ньюс и о самых свежих новостях Казанского Федерального Университета расскажу вам я, Настасья Иванова. Сегодня в эфире. Для чего лидеры России собрались в КФУ? Роботы из конструктора Лего, которых вы еще не видели. Как ученые КФУ борются против рака? В зале попечительского совета Казанского Федерального состоялась встреча потенциальных управленцев малого бизнеса и государственных служб. Подробности встречи смотри в материале нашего корреспондента. 19 января Казанский Федеральный принял в своих стенах руководитель аппарата президента Республики Татарстан Азгата Сафарова и главного федерального инспектора по Республике Рената Тимирзянова. Цель визита гостей стала встреча с полуфиналистами Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России». Началась встреча с весьма приятной нотой, а именно с теплых слов, адресованных участникам. Столько молодых, талантливых людей попали, прошли через этот конкурс и вышли полуфинал. И мне остается только сказать, что вы молодцы, что мы каждый раз возьмем на заветку. Приятно отметить, что во время встречи представительницу Казанского Федерального университета официально включили в число полноправных финалистов Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России». Нам удалось встретиться со Светланой Котенковой и узнать, как она добилась столь блестящего результата. Конкурсу не то, что не готовится, даже не было мысли такой готовиться, потому что увидели с семьей буквально секунд, наверное, 30, то, что есть такой конкурс, возникла идея. Это про меня. Надо идти вперед и, соответственно, вот так степ-бай-степ, по мере того, как проходила все этапы, желание разгоралось все больше и больше. Готовиться не хотелось. Почему? Потому что основной, наверное, целью было узнать, кто я сейчас. Что я могу, чего не могу, и поэтому желание готовиться здесь в данном случае не возникало, но и не могло возникнуть, потому что все было быстро, стремительно и параллельно своей профессиональной деятельности. Приятно отметить, что Светлана в дальнейшем видит себя в сфере образования и не собирается покидать Казанский университет. Мой альма-матер – это мое все. У нас более того семья, где и муж, и жена из университета. Мы его не просто любим, мы его обожаем. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что университет дает возможности реализовать себя в таком обширном спектре, что сомнений не вызывает, что есть над чем подумать и чем заняться в ближайшем будущем. Адель Шамилова, Ленарда Влетьяров, Универа Ньюс. Высшая школа информационных технологий и информационных систем провела необычные соревнования по робототехнике. Подробнее о том, чем запомнился этот день, для магистрантов первого курса расскажет Олег Кашин. Немаловажную роль в процессе обучения студентов играет сессия. Это слово действительно у многих вызывает страх. Высшая школа информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета подошла к вопросу сессии оригинальным путем. Всем давно известно, что одной теории сыт не будешь, и чтобы овладеть полученными во время семестра знаниями, необходима практика. 19 января кафедра интеллектуальной робототехники провела для своих магистров необычный конкурс. Чтобы эти знания были не просто теоретическими, а были подкреплены некой практикой, мы даем им практикоориентированные домашние задания. Участникам конкурса предстояло собрать робота из конструктора Лего. Сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. Студентам необходимо оживить свою конструкцию и запрограммировать на распознание цвета. Чтобы еще заданные цвета, нам преподаватель говорит, какой цвет, чтобы он в каждой шеренге его сбивал, а если он не находит нужные цветы, то он просто дальше едет. Конструктор Лего выбран не случайно, ведь в первую очередь это дешево, и в случае поломки университет не понесет убытков. А во-вторых, это первый робот, который магистранты создают сами. Лего является для студентов их первым роботом, первым конструктором, с которым работать очень просто. Датчики есть, все есть, все это не очень дорогое, то есть в случае поломки мы не понесем расходы, как несколько миллионов, цена серьезного уже взрослого робота. Такие контрольные работы проводят достаточно часто. Это позволяет не только научить студентов теории и практики, но еще и наглядно увидеть, кто из студентов хорошо учился в этом семестре. Олег Кашин, Ленардо Влетьяр, Владимир Нелюбин, Универньюз. Восемь молодых ученых Казанского федерального университета получили финансирование на свои проекты в рамках программы «Умник». Как помогут их разработке в борьбе против рака, вы узнаете в нашем сюжете. Фонд «Содействие развитию малых форм предприятий» в научно-технической сфере поддержал 29 проектов из Татарстана. На реализацию каждого из них получен грант в размере 500 тысяч рублей в рамках программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса». Цель программы – поддержка молодых ученых и стимулирование массового участия в научно-технической и инновационной деятельности. В этом году конкурс прошел по направлениям информационной технологии, медицины будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы и биотехнологии. Программа «Умник» поддержит 8 проектов Казанского федерального университета. Половина из них связана с медициной. В частности, несколько проектов разрабатывают новейшие методы борьбы с раковыми заболеваниями. Один из победителей проекта – сотрудник научно-исследовательской лаборатории молекулярной основы патогенеза и терапии опухолевых заболеваний КФУ Юлия Топчу занимается разработкой тест-системы для определения химиорезистентности опухолей к циспластину у пациентов диагнозом немелкоклеточный рак легкого. Наша лаборатория занимается исследованием молекулярных основ рака, и данная разработка тоже посвящена этой тематике, если быть конкретнее, то расширению диагностических возможностей в онкологии. Система поможет определить действие лекарственного препарата циспластин на организм больного. Это сэкономит средства больницы и, самое главное, драгоценное время для пациента. На сегодняшний день при диагностировании рака легкого одним из самых часто назначаемых препаратов пациентам является цисплатин. Но дело в том, что примерно в 30% случаев у пациента оказываются нечувствительны к этому препарату, и, как правило, это уже выясняется на стадии терапии. Тест-система позволит приступить к использованию других методов, не тратя сил и возможностей на неэффективный подход для отдельного больного. Работа по проекту уже стартовала. Основная идея тест-системы была в том, взять за основу такой процесс, как аутофагия, отобрать маркеры. Маркерами будут являться белки, участники данного процесса, и создать диагностическую панель, по которой уже можно будет судить, пациент будет устойчив или нет. Путем наблюдения за клетками ученые создадут тест-систему, которая сама определит, как подействует препарат. Планируется получить результаты работы по истечении ближайших двух лет. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. Сенсационная перевозка к зданию Кнету Каим многотонного лайнера Ту-144 стала лишь первой частью сверхзвукового проекта авиационного вуза. Теперь планируется, что легендарная «Железная птица» станет одним из любимых объектов для фотосессии благодаря своей динамичной подсветке. Насколько ярко может засиять самолет, покажет Адель Шамилова. Территория сверхзвукового самолета, установленного около восьмого здания Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева, претендует стать одним из любимых мест горожан. Ведь теперь легендарная «Железная птица» освещена яркими и насыщенными цветами, моментально приковывая к себе взгляды. Официальное открытие архитектурной динамической подсветки самолета состоялось 18 января. Теперь ежедневно, в вечернее и ночное время суток, авиалайнер будет украшать прилегающую территорию, создавая имитацию полета, проходящего сквозь лазурное небо. Цветовые решения выбраны, конечно же, в цвете неба, разные оттенки неба, поэтому это синий, голубой, белые облака и чуть-чуть зеленые оттенки, которые тоже позволяют эти цвета разбавить. Существует несколько сценариев подсветки – взлет, полет в облаках, а также медленный и быстрый перелив цвета. По вседневной будни наш глаз порадует стационарная подсветка с белым и синим цветами. Такая палитра была выбрана не случайно. С 11 часов вечера до 6 утра самолет будет подсвечен только белым цветом для спокойствия жителей близ лежачих домов. А вот в выходные и праздничные дни самолет динамично засияет различными сценариями светоцветовых переходов и переливов. И динамическая система, вот изменение подсветки, вот видите, вот все это меняется, позволяет по компьютерной программе любые цветовые сценарии реализовать на борту этой машины. Все технические работы уже окончены. Подсветка будет работать автоматически по вышеупомянутому графику и с заданным программой сценарием. Все желающие смогут полюбоваться легендарной железной птицей, окунуться в насыщенную атмосферу светоцветовых вариаций и сделать красивые памятные фотографии. Адельша Милова, Ленардо Вальтиаров, Невернис. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети и следи за новостями Казанского федерального. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова